Честно говоря, даже не знаю, либо какое-то ограждение, либо светофор, может быть. Ну, пытаются сделать. Но видите, люди всё равно всё ломают. Вот единственный забор поставить. О том, что переход через пути в районе платформы Осеевская уже не такой безопасный, как раньше, жители знают не понаслышке. Скоростные электрички в этом малолюдном месте не делают остановки. На днях под колёса такого экспресса, следовавшего из Москвы в область, попала женщина. Удар был такой силы, что потерпевшую откинуло на несколько десятков метров в сторону. Пежеход получил травму, несовместимую с жизнью. На место выехали представители административно-пассажирской инспекции Московской области, управление дорожного хозяйства администрации и РЖД. Ну, говорит, здесь сумка была, обувь. До такой степени, видимо, удар был сильный. Здесь в этом году погибло два человека рядом с этой станцией, к сожалению. Решаем, что можно сделать для того, чтобы таких случаев не повторялись. Люди не обращают внимания. Поезда достаточно бесшумно двигаются и быстро. В том числе и вот тот последний поезд, который сбил женщину, он двигался очень быстро и без остановки. То есть она не успела среагировать. Одна из вероятных версий происшествия – женщина не заметила приближающийся на высокой скорости поезд из-за соседней платформы. Край платформы перекрывает обзор железнодорожных путей. Поезд, как видно, буквально выныривает из-за поворота. Самым надежным вариантом сделать переход безопасным, по мнению специалистов, установить на нем сигнализацию. Проработаем вопрос установки сигнализации, оповещения света шумового, приближения поезда. А пока сигнализации нет, пешеходам при пересечении путей следует быть вдвойне внимательным. Железная дорога пренебрежения к правилам безопасности не прощает. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...